здравствуйте всем счет занятий я уже не веду главное что мы работаем работаем классно и сегодня мы начинаем с вот такого диктанта поэтому я надеюсь что вы то есть мы пишем первую я ты он она она мы вы они потом спрягаем конжигейт the verb to be to have can to do and to expressions это есть и что-то где-то можно потом сфоткать эту табличку так как только будете готовы скажите что то для всех остальных сейчас на паузу нажму и уже сразу прямиком к ответам your dictation show me please your dictation it тоже будет да где тоже два выражения это есть и когда что-то где-то да 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 чуть чуть позже проверю ольга шоу меня диктейшин а я в чат там кинула а чат окей вон моментом я кое-что забыла i am you are we are they are he she it is i have got you have got we have got they а там it has got тоже да не забыла ищи это не всегда будут на концерт а em commerce the state а где что-то где-то и это is вот Unternehmen and look in at yours это я не написал это есть и что-то где-то допишите это есть в единственном и во множественном именно так и когда что-то есть где-то это есть и когда что-то где-то инстинги лаэндон филл это есть только с у вас в какую-то другую сторону там или тор вверху или вы подождите как вы писали а ну верните обратно да только непонятно где у вас единственное где множественно это есть если вы пишете за рис и за рату и там и там будет зерна у вас там всего лишь четыре буквы да вот ольга прислала правильно то есть то же самое слово только вместо ай там две и в начале и в конце одинаково если путаете значит тренируйтесь чем больше вы это скажете проговорите пропишите легче в дальнейшем вы написали на самом деле тоже классно диктанты просто чтобы где-то что-то забыли это не значит мы всегда на следующем занятии аналогичный диктант будем писать и вот оно выражение что-то где-то ручка на столе вот то есть вот этот диктант мы пока еще пишем каждое занятие пока следующее диктанты не начнут наверняка запомнили ok right now i would like to check your home task that was the verb to do examples with the verb to do например с глаголом to do так ну ольга you may begin yeah all on on nine yes nine examples yes they do morning exercise every day exercises yes good job they do morning exercises every day i do some cakes for you i do some cakes for your birthday yes good job she does uh hair home что-то your home task she does her hair her hair hair no no sorry uh сейчас she does her home task every morning yes good job mm-hmm uh she does work badly bad bad okay badly uh i do my business good mm-hmm well better to say well well да uh yes то что отвечает на вопрос какой будет good хороший то что отвечает на вопрос как на речи будет well well хорошо uh she does her hair 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 uh on once once per week that is on, да? once a week okay once a week i do sums я забыла что это решать примеры решать примеры i do sums she does does harm to you she does harm to you вредит тебе да и что-то и это у меня почему-то все okay okay that's enough i didn't count a little bit uh inna you're next she does morning exercise every day they do some cake cakes straight to say wait oh my i i i i i i i i ввиду одновременно at once да не 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 вот это убираем там будет другое время just they do that together можете вместе together do you know how to write together together you do work well always always но со словом always мы этого еще не проходили оно будет в другом месте пока вычеркните его вообще еще раз repeat your sentence please repeat you do work well oh this is good Мы скоро к этому придем, не волнуйтесь, следующая тема будет. Мы делаем бизнес здесь, я делаю это очень хорошо, ты делаешь здесь каждый день, каждый день. Игорь, ты следующий. I do homework, значит, а вот есть еще как-то так, I'm doing my homework. Это другое время, которое мы не учили, но всякие случаи. Есть simple, есть continuous и есть perfect. Simple – это регулярно повторяющиеся действия, то, что мы сейчас с вами делаем. Continuous – это то, что происходит в данный момент. В данный момент, например, я смотрю на вас, в данный момент вы меня трое слушаете, да? В данный момент я говорю, в данный момент вы сидите и так далее. Понятно? Вот это вот будет continuous. А perfect – это действие уже свершенное. Например, я уже отсидел, сколько там, 20 минут занятия. 20 лет отсидел, да? То есть это будет I'm going, да? I'm doing my homework. Был бы continuous, да, но мы сейчас туда не ходим, нам надо это время для начала выучить. Поэтому еще раз I do my home task, yes? А это какое время? I do homework, можно так сказать. Сейчас мы simple, да, учим? Да. Да. I do homework, I do one's hand. Это все simple, да? Мы еще его не учим, я вам так скажу. Мы ему пока не строим предложение. Там будет это время, вы увидите его. Оно так и называется – simple tense. Игорь, извините, что прервал. Еще раз. Да, нормально. I do one's hand. Что такое one's hand? Руку поднимаю. Так, подождите. Я делаю одну руку? Я делаю подъем одной руки, да. Ну да. Rise of a hand. Нет, там будет другое. Ну, может быть. Там будет просто, я поднимаю руку. Выражение заменить. Я делаю это, например. Ну, ясно. You do touch me. Значит, ты драгиваешь. Там надо было конкретно с вот этими фразами, которые я тогда говорила. Например, to do home task, to do morning exercises, to do business, to do eat, to do hum, to do sums. А, именно с этими? Пропустила. Да, именно с вот этими выражениями. Потому что именно в этих случаях глагол do употребляется. В тех предложениях, которые вы сейчас использовали, там, скорее всего, вообще по-другому будет сказано. Да, да. Там совсем по-другому, да. Там do, наверное, не будет. Если мы слышим там слово делать хоть как-то в предложении, то, скорее всего, это будет даже make, а не do. Да, это есть еще и make. В этих девяти случаях. Давайте тогда на этом моменте остановимся. То есть предложение мне ваше нравится, но там есть нюансы, которые мне надо будет сейчас объяснять, а они еще не вовремя, чтобы лишним вам не забивать голову. Поэтому давайте сделаем так. Вы эти девять примеров мне потом в личку направите, хорошо? Да, да. Если там какой-то нужно будет фидбэк, я, соответственно, отпишу. Окей, так, сегодня. Ой, слушайте, сегодня классно будет. Один момент. Итак, самое главное, я вас поздравляю, самое сложное в английском вы уже прошли. Серьезно? Дальше будет только легче. Да, мы переходим сегодня к порядку слов-предложений. Так, запись-то у нас хоть ведется, господи. Демонстрация экрана. One moment. В английском языке очень четкий порядок слов. Если в нашем языке мы можем от перемены мест слагаемых сумма не меняется, то есть смысл останется прежним, то в английском языке у вас, если вы поменяете местами что-то, то либо грамматика поменяется, либо смысл. То есть, например, надо сказать, я ем яблоко. То есть, кто что я, что делаю? Кушаю, кого чего, вот оно, кого чего, яблоко. Если вы переставите местами я и яблоко, то получится, что яблоко кушает меня. Поняли? То есть, в английском языке очень четкий порядок слов-предложений. Поэтому сегодня мы с вами и будем тренироваться на то, чтобы вы запомнили, что на первом, что на втором, и так далее. Поэтому дома ваша задача будет вот эту строчку прямо вот на русском языке так и учить. Кто что, что делает, кого чего, остальные можете падежи не учить, просто знайте, что все падежи все здесь, на третьем месте. Кого чего, кому чему, кем чем, на ком на чем, о ком о чем и так далее. Учите по первой строчке. То есть, кто что, что делает, кого чего, как, где, когда. На игру, помните, похоже, что, где, когда. Только здесь как, где, когда. Еще раз, вы прям дома так и должны будете учить, кто что, что делает, кого чего. Остальные подразумеваем. Как, где, когда. Ну-ка, Ина, repeat. Кто что, что делает, кого чего, как, где, когда. Thank you. Ольга, repeat. Кто что, что делает, кого чего, кому чему, кем чем, как, А остальные можете не произносить, вам главное первый запомнить, остальные вы будете подразумевать, остальные там же. И, кстати, в таком же порядке будут. Да. Как, где, когда. У них просто нет окончаний. И поэтому, чтобы что-то понять, они используют первое, это предлоги, и второе, это порядок, когда понятно, кто, куда, кому относится. Только поэтому. И это на самом деле намного удобнее, чем миллион окончаний иметь, со всеми падежами и так далее. Игорь. Кто что, что делать, кого чего, как, где, когда. Super. И вот теперь разбираем примеры. For example. Инна, will you please read the first example? Я рано встаю поутрам. I get up early in the morning. Итак, смотрите, что у нас вышло. В русской версии у нас было кто, что, я, потом рано. Рано – это как. Вот оно, аж где. А нам надо на второе место поставить глагол. Что делаю? Встаю. Поэтому вот у нас I. Потом что делать? Встаю. Get up. Дальше у нас кого, чего здесь нет, но зато есть рано. Это как. Что же такое как? А по утрам – это когда. Вот так и выстроилось. I get up, потом как, early, когда, in the mornings, по утрам. Ольга, next example. Read it, please. I like to play football off the field. And in Russian? Я люблю играть на поле футбол. Да, опять-таки, смотрите, у нас целых два здесь глагола. И люблю, и играть. Вот они на втором месте, все и стоят. Люблю играть. Теперь в кого, чего. Вот оно, в кого, чего. Футбол. И где оно? И где он the field. Поняли? Да. Уловили смысл. Не нужно переживать, если у вас сразу не будет получаться выстраивать такие предложения. Мы сейчас их разбираем для того, чтобы в дальнейшем выработать это с помощью устных ответов, письменных, которые вы мне там сочинения будете писать и так далее, диалоги составлять, чтобы вы знали, что там должен быть четкий порядок. И со временем у вас организм, даже ваш мозг перестроится на то, чтобы строить предложения по этому порядку. Очень часто, когда люди со мной общаются, они бывает говорят, вы как-то странно говорите. Я странно говорю, потому что я знаю английский и уже и по-русски стала строить точно так же предложение. Кто что, что делает. Кстати говоря, на будущее в английском языке не существует предложений без первых двух слов. Кто что и что делает. Вот нет, запомните. То есть если вы строите предложение, первое, что должно быть, это кто что и что делает. Остального может и не быть. Но вот эти два должны быть по-любому. В русской версии мы бы сказали холодно, то есть как. А в английском было бы то, что. It is cold. Что делает? Is и как cold. Поняли? Почему вообще они оттуда выберутся, вот эти it и is, для тех, кто в курсе. Окей, let's try. Number one. Игорь, собака может хорошо плавать. Кто что? The dog. The dog. Can. Good swim. Давайте разбирать по порядку. Где здесь кто что? Ну, собака. Собака. Что делает? Может. Can. Can. Так. Хорошо. На какой вопрос отвечает? Кому чему, наверное. Как. Как. Это well, да? Well, well, да. Так, хорошо. И плавать отвечает на вопрос? Где? Где, наверное. Плавать. Что делать? Я поняла. Мы будем тоже это разбирать, чтобы вы правильно вопросы задавали, потому что в английском они немножечко иначе задаются, чем в русской версии. Ну, вы тоже привыкнете к этому. Итак, кто что? Собака. Что делает? Может. И что делать? Плавать. То есть облако глагола у нас здесь будут находиться, а потом уже как. Хорошо. А, так. Понятно. Какие могут быть ответы на вопрос как? Хорошо, быстро, медленно, весело, в припрыжку. Глубоко. В основном всё на О, да. Где? Дома, на дереве, в лесу, на рыбалке, в офисе или куда ещё может быть? В город, в парк. То есть любое местоположение, да? Ну, когда здесь есть сложности, в основном отвечают на вопрос, когда? Да, утром, днём, вечером, ночью в три часа, завтра, послезавтра и так далее. Но есть нюансы, но мы их будем чуть позже разбирать. Где и куда, это в одной колонке, да? Да, да. Всё, что касательно адреса, места, обстоятельства, места. Всё будет где. Здесь у нас находятся только падежи. То есть, например, я читаю кого-чего книгу. Я кушаю кого-чего яблоко. Ты смотришь кого-чего фильм. Если кому-чему. Я пишу кого-чего письмо кому-чему другу. Ты читаешь кого-чего книжку кому-чему сыну, например. Я что делаю пишу кого-чего письмо кому-чему другу, кем-чем ручкой, например, если для этого нужно. Понятно, что там первое, второе, там может где-то пропускаться и может быть... Ручкой в своей комнате вечером, да? Да, 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 да. Так, окей, write down number one. Собака может хорошо плавать. Write down number one. Into your copy books. A dog. Игорь, repeat, please. The dog can swim well. Well, wonderful. Yes, this is it. Good job. Так, the dog или a dog? A dog. Или эта собака. Эта собака только в том случае, если вы только что про нее рассказывали. Например, это, там, не знаю, моя собака. Ее зовут так-то. И собака моя очень может хорошо плавать. Тогда уже было бы «зе». Мы ставим артикль «зе» тогда, когда мы говорим именно та самая, про которую я только что вам там упоминал уже. А если в первый раз, то «э», да? Да. Окей. Are you ready? Yeah. Check it up. Проверяем. A dog can swim well. Я свим не проголю. It's окей. Со временем выучите. Так. Проверили? Did you check up? Угу. Окей. Number two. Чья очередь? Кто там был? Инна, наверное, да? Инна, you're welcome. Number two. Да. Я хорошо говорю по-английски. Где здесь кто-то? I speak English good. Да. Well. Кто что? I. Что делаю? Speak. Разговариваю. На ком, на чём. Все падежи. Кого чего, кому чему, кем чем, на ком, на чём, о ком, о чём и так далее. I speak English. Well, good. В принципе, здесь и то, и другое могло бы быть. Well, good. I speak English well. Well, very well, скорее всего, было бы. Так, did you write? Yes. Вообще, в английском языке мне нравится одна интересная особенность. Если люди постоянно допускают ошибку, допустим, в неправильном применении слова или в неправильном написании, в итоге оно и приживается, и становится официальным. Чтоб людей лишний раз не мучить. Да. Хорошее у них, да, правило. Да, мне тоже нравится. Did you check? Нет. Все проверили. Окей. Number three. Игорь, вы... Не, я. Ольга. А парк, это парк, это э-парк или зэ-парк? Зэ-парк будет. Зэ-парк будет. Зэ. А почему? Все, что тут в конце будет, как, где, когда, все с артиклями зэ. You walk in the park every morning. Yes, you walk. То, что вы, что делаете, гуляете, дальше у нас все пропускается, есть где в парке и когда каждое утро. Несмотря на то, что в русском языке мы бы по-другому этот вопрос задали, в английском отвечает на вопрос когда. Каждое утро. Игорь, are you ready? Every second he hears you. Every second he hears you. Отлично. Только теперь все по порядку. Где здесь кто что? Он тебя слышит. О, yes. Кто что? Он. Что делает? Слышит. Того чего? Тебя. Поняли, какую вы версию сделали? Да. Он слышит тебя и дальше что у нас остается? Тогда. Каждую секунду. Now in English, please. He hears you every second. He hears you every second. Yes, write down. Сейчас я объясню. Исправляетесь. И так смотрите, вот оно кто что, he. Что делает? Слышит. С окончанием s мы с вами уже встречали, что когда будет глагол to be, то будет is. Когда have, то будет he has, когда do, то будет he does. То есть всегда при he, she, или it, у глагола будет окончание s. Поэтому здесь мы его тоже добавили. He hears you every second. Чтоб запомнить слово here, возможно, вы знаете слово уха. Here. Слышать всего лишь буква h вперед добавилась here. Second. Секунду. Every second. Good job. Молодцы, Игорь. Супер. Так. Ага. Хитростное предложение. Number five. В вазе у нас есть цветы. Yeah. Flowers. Flowers. А. А. Так, сейчас. Свиты нахудрится. А. In the last. Нет. Где? Так, сейчас. У кого сначала? И нет. Нет. Кто-то может подсказать? Есть идеи? Наверное, in the last. Все-таки в вазе. Из-за вас у нас. Вазе у нас это где? Что делают? Там надо, да? Находятся. Ладно. Хорошо. Глагол have мы, наверное, с вами так и не выучили перевод, поэтому я возвращаюсь к нему, и смотрите, как предложение строится. У меня есть. У тебя есть. А. У него есть. И как там было? У. У нас. У нас есть. Или по-другому. Угу. Как мы по-другому? Наверное, у нас всего два студента, которые смогли справиться с этим предложением. Поэтому... А у меня их было прилично. Поэтому все норм. We have flowers in the world. Yes. Good job. Итак, смотрите. Кто, что? Мы. Что делаем? Имеем. Или по-другому. У нас есть. Кого, чего? Цветы. И что там осталось? Где? В вазе. But have got, not have, да? Have got, have got, конечно. Я потом объясню, зачем мы это have got делаем. Уже на следующем занятии объясню. Так, we have got flowers in the vase будет. Артикль the. То, что я и говорила, что все три последних места всегда с артиклем the будет. И последних? А, как, где, когда? Да. Ну, там со словом когда вряд ли, а вот где и когда там точно артикль the. Итак, we have got, мы, помните, да? М, буквам мы переводим we. We have got flowers in the vase. А если вы научитесь строить предложения по этой схеме, вас любой иностранец будет понимать. Если вы будете строить как угодно, как у нас в нашем языке, да? То вот тут, скорее всего, никто и никогда вас не поймет. Просто они не поймут кто кого, куда и зачем. Потому что в их голове на первом месте всегда стоит кто что. И если вдруг там оказывается яблоко, то, скорее всего, оно будет кушать вас, а не вы его. Окей. Так, next. Они могут быть на столе. Чья очередь? Игорь, да? Они могут быть на столе. They can. We'll. They are in the table. Почти. Это получилось, они находятся на столе. Они могут быть, могут пропустили в данном случае. Can, да. They are can in the table. Почти. They, первое, могут. Что делать? Быть. А потом уже на столе. Еще раз давайте. They могут. Can. They can. Быть. Are. Напоминаю, can это модальный глагол. Ни до, ни после него, и частички to быть не может. И после него идет всегда глагол в начальной форме, который to have, to be, to be, только без частички to. Значит, как у нас происходит? Еще раз. They can be in the table. На, только on the table. On the table. Yes, yes, this is it. Да, молодцы, все верно. They can be, именно be, потому что can это модальный глагол, после него идет в начальной форме все, так как мы учили to be, to have в наших диктантах, да. Только без частички to, потому что can это модальный глагол. So they can be, ко всему привыкнете. Спасибо. У нас просто следующее занятие, последующие парочку, будет хорошая тренировка, запомните. Сейчас мы просто разбираем, чтобы вы помнили, чтобы узнали, куда я вас всегда буду отсылать в случае, если у вас появится там ошибка. Ну, а тренировка, по сути, будет чуть-чуть позже. They can be on the table. Ready? Ready. Окей, Инна, каждое утро... Подождите, вы меня пропустили. Так мы сначала Инна, потом Ольга. Не, я должна была вместо Игоря говорить. А, извините. Да, я уже, я последний раз говорила уже давно. Хорошо, пожалуйста, каждое утро он попадает домой, извините. Ничего. Так, попадает от... Get, да. Get. He gets... At home every morning. Просто home. He gets home. He gets home every morning. О, видите, молодцы, супер. Оно постепенно, постепенно выстроится, и вы уже даже и не будете замечать, как это делаете. He gets home every morning. Get, потому что есть he, she, lead. Как и у других глаголов, всегда было с окончанием S. Мы это еще только будем проходить, забегая чуток наперед, объясняю вам. Да, я готов. Отлично. Number eight and number nine will be your home task for the next time. Попробуйте составить его самостоятельно. И это не все. Итак, number one. Eight and nine to finish. Восемь и девять закончить. Number two. То, что делает кого чего, как где, когда, прям как отче наш выучить. Как молитву, с которой вы должны просыпаться утром и ложиться спать ночью. Это второе домашнее задание. И третье домашнее задание – это придумать свои примеры. Мне все равно, какие, сколько будет, но постарайтесь так, чтобы в целом во всех ваших восьми вариантах предложения было и кого чего где-то встречалось, где-то как встречалось, где-то где встречалось, где-то когда, можно все вместе, можно по отдельности. Главное, помните, что кто что и что делает должны быть по-любому. То есть, примеры вам надо придумать по типу вот этих. И что я вам рекомендую? Вы их сначала составьте на русском языке, только в настоящем времени, никакие не будущие, не прошлые, не берите, мы этого еще не учили. В настоящем времени используйте те вот глаголы, которые мы уже знаем с вами, которые проходили, например, делать зарядку, любить, играть, мочь и так далее. Как раз лучше потренируйте это. Запишите это предложение. Сколько их надо? Девять, то ли? Эйд. Эйд. Окей, окей. Запишите их сначала на русском, а уже потом переводите на английский. Я специально это делаю, чтобы вы увидели, что в русской версии оно может быть как угодно записано. А в английском, когда вы будете переводить, должно быть кто что, что делает, кого чего, как где, когда. Именно в такой последовательности. Итак, у вас три домашних задания. Ну и вместе с диктантом, конечно, общим, который мы все время пишем. То есть доделать восьмое, девятое, выучить порядок слова в английском предложении, кто что, что делает, кого чего, как где, когда. И третье, это придумать свои восемь, eight, восемь примеров на порядок слов в английском предложении. И напомню, что в каждом из них должно быть кто что и что делает. Без них вообще ни одно предложение не строится. А табличку эту нам отправить сюда? А оно у вас есть в ваших рабочих материалах. Это все вот, это следующее после глагола to do. Мы выучили to do делать. И следующее, это на порядок слов в предложении, то, что делает и так далее. Вот у нас с вами последний буквально момент остался, который мы будем разбирать на этом и следующем занятии. Ну, на следующем и еще одно после него занятие. У вас будет персональная тренировка, множество ссылок для того, чтобы это отрепетировать. И здесь мы еще с вами будем в устной форме тренировать. Да, там будут интерактивные, интересные задания. Надеюсь, вам понравится. Все, у матросиков есть вопросики? Все хорошо, спасибо большое. Окей, Игорь, вам отдельно, чтобы вы мне прислали по глаголу to do. Это лично вас и лично мне. Все, thank you very much for the lesson. Спасибо большое. Thank you very much. Goodbye, guys. You too, bye-bye. See you. Bye-bye. Субтитры сделал DimaTorzok